Здравствуйте! Вы смотрите программу «Гость студии». Барановичи называют столицей мебельного производства. И сегодня у нас в гостях директор закрытого акционерного общества «Промснапсервис» Геннадий Волонец. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Геннадий Иванович, вы были директором закрытого акционерного общества «Арс» по производству мебели. Заместителем директора мебельной фабрики «Лагуна» и в настоящее время директора закрытого акционерного общества «Промснапсервис». Предприятие, которое занимается проектированием и строительством для мебельной фабрики «Лагуна». Предприятие «Лагуна» в течение длительного времени входит в число немногих городообразующих, чьи налоговые поступления делают весомый вклад в развитие города. Как вы сработали в этом году и довольны ли полученными результатами? Да, действительно, город Баранович неспроста называют мебельной столицей Беларуси, потому что у нас такие монстры работают, как наше предприятие мебельная фабрика «Лагуна», «Явит», «Тимбер», «Мебельсервис», «Деприз». Частный бизнес сейчас занимает, наверное, высокое место в экономике нашего города. Мебельная фабрика «Лагуна» входит в тройку предприятий по наполняемости бюджета городского. Сработали мы в 2013 году. В принципе, неплохо. Так, объем выпускаемой продукции достиг 400 миллиардов рублей. Выработка на одного работающего достигла 55 тысяч долларов. У нас положительная сталь до внешнеэкономической деятельности – это порядка 1 миллиона долларов. Средняя заработная плата по предприятию составила 5 миллионов 485 рублей. Предприятие, я так могу сказать, без скромности, является патриотом своего города. Почему? Потому что чем лучше мы сработаем, тем больше наполняемость бюджета. А это средства, которые могут быть потрачены на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство. Значит, у нас будут ремонтироваться и дороги, и благоустроится город. Ежегодно вы вкладываете в производство немало средств. В этом году, например, запланирован ввод в эксплуатацию цеха по производству мебели с созданием 30 новых рабочих мест. Дополнительный выпуск продукции составит около 10 миллиардов рублей. Какие еще задачи ставите перед собой на 2014 год? Да, действительно, мы вкладываем большие средства в модернизацию производства, в закупку нового современного оборудования. Так мы приобрели современное оборудование, применили новую технологию при раскрое поролона, что позволило нам сэкономить порядка 750 тысяч долларов. В этом году мы заканчиваем, наши строители заканчивают строительство цеха по производству мебели, которую мы планируем сдать во втором квартале 2014 года. Это позволит нам увеличить объем выпускаемой продукции где-то на 20% и создать дополнительное, наверное, более 50 новых рабочих мест. Дальше мы закончили проектирование строительства, проект строительства котельной административно-хозяйственного корпуса, производственного корпуса по улице Вильямса. Проектируем складское помещение на 7 тысяч квадратов по улице Вильямса, а также производственную базу по улице Вильяковского. То есть у нас большие планы по развитию нашего предприятия. И для наших строителей действительно будет огромный фронт работы. Количество магазинов лагуны растет не только в Беларуси, но и за рубежом. Скажите, сколько сегодня торговых объектов насчитывается в нашей стране и с какими странами вы сотрудничаете за пределами Беларуси? Я вам хочу сказать, что конкуренция в мебельном производстве огромная. И произвести продукцию – это одно, а реализовать ее – совсем другое. То есть мы проводим такую, может быть, агрессивную политику по сбыту своей продукции. У нас по республике уже более 100, открыто в фирменных магазинах более 120. В России около 50. Мы поставляем свою продукцию в Казахстан, Украину, Прибалтику. Насколько сложно завоевать рынки других стран? Ну и в частности нашего. Только у нас столько производителей мебели в двух городах, не говоря всей стране и за рубежом. Это очень сложно. Это кропотливый труд, наверное, всего коллектива. Как вы оцениваете климат для развития бизнеса в нашей стране? Я считаю, что у нас созданы все условия для развития частного бизнеса. Частный, понимаете, он только по названию, наверное, частный. А так, это такие же предприятия со своими задачами, объемами, заработной платой, социальная защищенность у работников, что и госпредприятия. Я считаю, что необходимо, чтобы действительно вся экономика республики работала. Наверное, самое справедливое общество состоит из одного человека. А мы же не живем изолированно. То есть, если так сказать, что бизнес сейчас просто штиль, все спокойно работают, главное, чтобы не было никаких потрясений. На телеканале «Интекс» программа «Гой студии» мы продолжаем беседу с директором закрытого акционерного общества «Промснапсервис» Геннадием Волонцом. Геннадий Иванович, кадры решают все. И это не только избитая фраза, но и истина, с которой сложно поспорить. Какие основные требования вы предъявляете своим работникам? У нас молодой коллектив. Прежде всего, это профессиональный подход к работе. Знать, наверное, и уметь все невозможно, но стремиться к этому просто необходимо. Мы в этом помогаем. Понятно, что многие вопросы до руководителя просто-напросто не доходят, образно говоря. Но когда я готовилась к программе, я посетила один из ваших магазинов, посчитала отзывы и в форумах на различных сайтах. И кого-то все устраивает, кого-то не устраивает обслуживание. И иногда, скажем так, наверное, обидно становится руководителю и всему коллективу, что из-за одного работника, который не выполнил какие-то нюансы в работе, пятно, скажем так, откладывается. У вас как-то отслеживается работа сотрудников в плане того, что, опять же, может кто-то закреплен на оценивании работы предприятия на тех же форумах и в интернете, что-то такое есть. Согласен. Мы очень щепительно относимся к данному вопросу. Мы отслеживаем все замечания и предложения, которые поступают. Это нам необходимо просто для дальнейшей работы. Вообще считаем, что хорошая репутация, она более важна, чем чистая рубашка. Потому что чистую рубашку можно отстирать, а репутация, наверное, никогда. Это да, это точно. Конечно. Геннадий Иванович, бизнес – это, продолжите, пожалуйста, фразу. Ну, я скажу, наверное, может, одним словом отвечу. Это стиль или образ жизни. Как вы считаете, как надо работать и что необходимо в первую очередь, чтобы достичь хороших результатов, высоких? Прежде всего, необходимо много работать. И надо быть очень амбициозным человеком. Можно, конечно, сказать много, но амбициозный человек – это в первую очередь. Потому что он ставит перед собой конкретные цели, задачи, преодолевать трудности. Ну, а еще, можно сказать, быть настойчивым, целеустремленным, постоянно повышать свою квалификацию. Потому что, вы знаете, что наш век технологических новых, технологий прогресса, которые стоят на месте, это необходимо просто. А вы считаете, вы больше амбициозный, либо настойчивый человек? Я, может, даже больше настойчивый. Больше настойчивый, наверное. Амбициозный. Хотя, знаете, как здесь, о себе судить, наверное, трудно. Просто, наверное, легче сказать со стороны, то есть работникам или сослуживцам. А, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в мебельный бизнес? Понимаете, наверное, как у всех начинающих бизнесменов, то есть путем проб и ошибок. Значит, в 91-м году мы создали предприятие ARS, опытно-производственное предприятие, такое интересное оно было. И, то есть, мы разные направления. Мы занимались даже пчеловодством. А потом, действительно, посмотрели, что... Вы, может, даже помните, как в Беларуси начали вывозить мебель из Польши. То есть не хватало мебели, качественной мебели. И вот, говорится, ездили по выставкам, то есть смотрели. Начали с маленького, то есть начали с маленького производства, а уже потом постепенно, постепенно, то есть разрослась вот такая вот, как говорится, крупная фирма. Вы сказали, что начиная с методов проб и ошибок. А вот чего все-таки было больше? Потому что сначала было предприятие ARS, потом вот другие, скажем так, все росло, развивалось, преобразовывалось. Вы понимаете, как мы взрослели, набирались опыта, наверное, это самое главное в бизнесе. Потому что без где-то проб и ошибок, это, наверное, если бы мы, наверное, не набили какие-то шишки, может себе, может быть, у нас и не получилось бы. А было у кого-то, скажем так, возможность поучиться и спросить у тех людей, которые были уже в этой нише? Либо это все закрыто и, скажем так, плыви сам. Нет, мы... Ну, конкуренция же никому не нужна, правильно? Мы, в принципе, учились сами, потому что у нас просто действительно такие собрались, очень такие интересные люди, очень такой, ну, говорится, коллектив, костяк единомышленников, которые... Сейчас вы вместе? Да, сейчас он тоже самоработает. Самый аббициозный у нас человек – это Владислав Николаевич. Это наш мозг, наш лидер, то есть без него, как говорится, мы, наверное, ничего не достигли бы. Ясно, спасибо. Хочется пожелать вам успехов в дальнейшей работе и на благо нашего города. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был директор закрытого акционерного общества «Промснапсервис» Геннадий Волонец. Всего вам самого доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok